9 лет назад в Бурятии было два уполномоченных по правам ребёнка. Один городской, один республиканский. В 2012-м они создали институт школьных омбудсменов. Сейчас такая должность есть в 55 образовательных учреждениях. Эти люди своего рода мост между уполномоченными, учениками, учителями и родителями. У нас были обращения, когда мы находили детей мигрантов, мы находили детей не обучающихся. И это тоже благодаря деятельности школьного омбудсмена. Ну и, конечно же, основная работа школьного омбудсмена сегодня из анализа, мы чуть позже будем представлять полный анализ по работе школьных омбудсменов, это обращения, связанные с конфликтами. Ежегодно через школьных омбудсменов поступает около 400 обращений. В одиночку переработать такой объём невозможно, говорит Татьяна Вежевич. После того, как в 2014-м Индира Шагдарова покинула пост уполномоченного по правам ребёнка в Гурсовете, на это место желающих не нашлось. Работала она на общественных началах. Предлагаю администрации города совместно с правовым управлением Гурсовета проработать вопрос о возобновлении деятельности уполномоченного по правам ребёнка по городу Лондэ. Таким образом возможно вернуть тот проект, который успешно работал в 2011-2014 годах и был единственным по России в представительном органах власти. Вернётся уполномоченный, станет легче его представителям в образовательных учреждениях. Сейчас упор делают на повышение правовой грамотности школьных омбудсменов, ведь с каждым годом нагрузка на них всё больше. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.